большой всем привет сегодня мы продолжим рассказ о моей настольной коллекции и это последняя большая полка в прошлых выпусках мы рассказали о наших так скажем базовых вокруг стола о семейной коллекции а это уже больше больше коллекционная и самая большая полка в моем доме с настольными играми а такая высокая что чтобы снять верхние полки приходится вставать на стул давайте кратко познакомимся с нашими разделами а потом пройдемся по каждой игре кратко 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 как можно кратче и так самом верху на самой большой полке у нас коллекция рун баундов и аруны wars рунные войны то тоже из одного мира то есть это в принципе все в одном мире чуть ниже у нас полочка уве розенберга с его играми на соседней космические игры чуть ниже экономические здесь у нас смесь такая еще ниже у нас есть вот такие игры здесь фанатская полочка игр от tabula games и чуть ниже игры не определившиеся которые просто некуда было разместить больше давайте начнем с самого начала самого верха и так это у нас шесть больших коробок рун баунда 1 рун баун 3 и руны wars что я могу сказать о рун баунде это моя первая коллекционная игра то есть игра которая собирал больше для коллекции чем для игры она с точки зрения игрового дизайна очень сильно устарела она уже сейчас не выдерживает никакой критики по сравнению со с текущими играми это такой незамутненный а мире трэш в своем классическом исполнении вы находитесь неком фантазийном мире с вами что-то происходит вы почти ничего не контролируете есть некоторый просчет рандома прокачивайте своего героя и путешествуете в мире встречаясь с опасностями этого мира игра интересно только при условии что вы имеете какую-то фантазию и а умеете вживаться в роль своего приключенца сама по себе игра очень и очень устаревшие но почему у меня пришла такая идея собирать целую большую коллекцию а дело в том что с точки зрения коллекционер достойных игры рун баунт очень и очень интересен именно с точки зрения коллекционера а не игрока потому что она развивалась на протяжении очень многих лет и к ней вышло чуть ли не полсотни дополнений то есть шесть больших вот таких 35 больших и несколько десятков маленьких плюс разные режимы плюс чего только нет она первая версия вышла по моему 2003 или 2004 году последнее дополнение в 2010 с игра развивалась по сути больше пяти лет и с точки зрения именно теоретика настольных игр было интересно увидеть как работает мысли авторов и издания издательства которые хотят развивать свою а серию какую-то по моему я не знаю более длительной серии в настольных игр которые выдержали бы больше пяти лет издание все новых и новых не переиздание именно как допустим космический контакт которая чуть ли там не 70-х годов игра и она переиздается и переиздается а именно более пяти лет развития одной темы причем у каждого большого дополнения свой автор до механика мартина волоса базовая вот это на двух десяти граневых кубиках но все остальное каждую игру разрабатывал свой автор приносил что-то свое к примеру ну базовую вы все знаете если не знаете вас на канале можно посмотреть все что угодно по ней базовая до стандартное приключение мили трэш потом а пошло развитие появилась рунбаунд остров проклятых это тот же самый рунбаунд но на новой карте с новой механикой движения кораблей причем корабли очень разные вы можете попасть на такой корабль где команда вас просто выкинет за борт и хиза захватит все ваше имущество а можете какой-то элитный взять то же самое принципе приключения механика то же самое осталось но оформление все враги и все остальное внешне все изменилось это была первая попытка так скажем просто классического расширения игры потом вышли если я не ошибаюсь пески аль калама это альтернативный так это мир в которой очень сложно попасть из это своего рода параллельный мир три ноту затерянные земли где где меняется механика может быть незначительно и дальше идет уже замороженные земли где механика меняется вообще очень сильно появляется погода появляется возможность замерзнуть то есть у вас идет температура меняется в мире и в зависимости от нее вынуждены менять свою стратегию ну и самой наверное вершиной про видно это даже не знаю что такое но она по-моему вообще меняет игру на нас на совсем другую так вот вершиной этого 2010 года дополнение мистов зонга совершенно другая система здесь заменяется по моему заменяется даже механика и вы играете совершенно другую игру ну и куча мелких дополнений которые расширяют просто разнообразит вот эти шесть базовых игр с точки зрения теории это очень интересный опыт когда вот игру развивались столько лет и пытались как скажем вдохнуть в нее жизнь все новую и новую с точки зрения игры повторюсь в 10 раз она уже не выдерживает конкуренцию с современными а потому что для для искушенных настольщиков она слишком простая сейчас по механикам тут же здесь же на той же полочке runbound 3 это игра в том же мире но совершенно другая по восприятию это больше такой героический пассианс что ли в эту игру я играл и и соло играл и с другими людьми и знаете мне в соло даже может быть понравилось больше и пожалуй это не очень хорошо потому что игра задумывалась именно как совместное приключение то есть если выбирать соло игру какую-то я бы прыгал во что-то другого того же магического рыцаря или тумане бонс а там больше решений там больше интереса именно в соло здесь казалось бы игра должна раскрывается именно с несколькими несколькими людьми но с несколькими людьми она становится невыносимо долгой в соло приемлемой то есть ну тем не сказал что это удачное продолжение она занимает какую-то свою нишу она популярна в определенных кругах но но я бы не сказал что это а маст хэв ну и внизу здесь это громенная карабель рунных войн игра тоже купленная чисто для коллекции потому что в такую игру даже просто сыграть это но я не знаю это изучение только на несколько дней плюс людей не найдешь плюс это такие игры которые сейчас уже просто не делают это огроменная громоздкая стратегия полнофункциональная с развитием героев с кучей армии с квестами с развитием своего мира то есть starcraft на максималках я мечтаю ее когда-нибудь изучить и показать хотя бы для канала но просто каждый раз гляжу на эту коробку открываю я смотрю на эту кучу всего и пугаюсь и закрываю дальше оставляю как коллекционная вот такая верхняя полка не зря на верхняя потому что все таки то что ты покупал для коллекции она редко достается иногда даже у меня бывает такая мысль продать типа эту коллекцию но я понимаю что покупатели я не найду за нормальную цену для такого раритета а вторая мысль сразу же появляется блин это же моя так скажем первая коллекционная набор который так собирал это молодость моего увлечения нет наверное не рассталась ну и появляется конечно периодически мысли все-таки разобраться с этими дополнениями только с точки зрения теория а еще и поиграть в них но это не так просто из-за языкового барьера ну и того что большая коллекция явно ограничивает выделенное время на каждую игру этой коллекции это было коллекционная полка давайте переходим к более игровым и у нас чуть ниже это космическая полочка где три игры из четырех про марс покорение марса представлять не надо хит всех времен что называется все играли даже те кто те кто не любят они все равно про не знают все равно ее играли абсолютно замечательная игрушка играем до сих пор изредка пусть раз в месяц пусть пусть раз в месяц но достаем сделали для нее органайзер никаких дополнений я не покупал мне хватает базы для вот такого режима сыграть раз в месяц или познакомить каких-то начинающих с настольной игрой с настольными играми покорение марса покоряет всех вот новичков сколько я пробовал групп не менее четырех пяти групп разных игроков и знакомил и все были в восторге после первой же партии удивительная игра немножко она конечно уже поднадоела потому что наиграли в нее больше 30 партий точно а то и 50 наверно приближается это какая бы хорошая игра не было уже немножко утомляет дальше firefly в game с нашей красавицы келли на обложке классная по-своему игра единственная игра по сериалу который я не особо люблю но смотрел причем 2 раза сама игра очень неплохая а она практически чисто соло она в жанре пикап и деливери то есть вы играете за но фактически за firefly собираете команду ну кто смотрел сериал вы понимаете игра тоже самое вы собираете команду путешествуете по разным планетам встречаете всяких вот этих злодеев с которыми нужно налаживать торговые сделки вы берете на себя какие-то миссии и пытаетесь выполнить либо задание это соло режима в режиме либо просто побить по деньгам противника если мультиплеере милая игрушка иногда хочется достать снова два года не доставал есть на канале летсплей по ней там есть несколько соло вариантов я пробовал только один надо попробовать и остальные в коллекции остается но вряд ли я еще буду что-то покупать по фильмам или по фильмам и сериалам хотя зарекаться конечно не стоит он марс крутое навороченная евро с хорошей темой с очень интересными механиками но с очень-очень высоким порогом вхождения и долгие долгие партии а на канале тоже есть по марсу очень много с большим увлечением я ее изучал но вот играть в нее так скажем не особо тянет из-за того что как только ты сделаешь перерыв ней хотя бы там на пару недель тебе заново придется изучать правила и это немножко отталкивает нам подвиг на который не всегда есть силы при этом коллекция остается мне она нравится как она выглядит как она устроена одна из самых таких круто замешанных евро в коллекции 1 марсиане игра очень своеобразно очень сложная на канале есть материалы и наверное на русском языке это единственное видео по игре первые марсиане это наследник и так скажем развитие идей робинзона круза от того же автора те же механики но мы находимся на марсе мы пытаемся там выжить развиваем свою колонию а игра получилась не такой играбельный как робинзон круза она очень сложно к изучению она требует айпада или телефона для игры при этом она более скажем умно устроена но менее играбельная в результате игра провалилась изменя на то что ее автор ценил оценил больше как свою так скажем очень серьезную работу которую он считает более серьезной чем предыдущие он пытался ее как-то реанимировать выпускались на сайте издательства новые сценарии которые можно было скачать в игре есть компания целая куча совершенно разнообразнейших вариантов игры общем очень много всего наворотили но игра а получилось такая что играть в нее это своего рода мазохизм игровой это интересно это сложно преодолевать но после игры в первых марсианах ты чувствуешь такую усталость интеллектуальную которая сложно назвать удовольствием тем не менее и оставляю в коллекции и не теряю надежды когда-нибудь и пройти компании этой игры мне нравится как она устроена мне нравится как она задумана но вот играбельность под вопросом рекомендовать никому не могу сам избавляется не планирую полочка уви розенберга здесь у нас каверна наверху и это единственная игра в которую я играл все остальное куплено а чисто за имя и это странно на самом деле что мне очень нравится как устроены игры этого автора проблема в том что они как бы чем-то похожи все и а когда ты предлагаешь играть сыграть в новую игру от уви розенберга то первая мысль и блин опять обучать кому правилами давайте лучше в каверну который все равно все знают уже у нас семье сыграем и так и получается что из васлава одина и не сфорд и он даже рейсхолд который вообще не распакованно лежит они так и украшают полку я не теряю надежду с ними познакомиться познакомить семью и поиграть не только а в каверну есть такое понятие у настольных блогеров shelf of shame да по моему полка стыда вот из этой большой коллекции то вот это и вот эта ячейка это как раз как раз такая что я могу рассказать про игры ну про них я конечно все знаю просто не играл каверну играл очень много на канале есть много материалов и в соло варианте и не в соло варианте нюсферд про рыбалку в далеких северных землях не теряя надежду познакомиться с ней вроде бы говорят она очень удачная а слава одина вообще считается шедевром ауви розенберга то есть его самой крутой игрой которую он создавал я смотрел летсплей я примерно представляю как она играется но сам до сих пор не разложил и наверное стоит все таки ее хотя бы в соло поиграть надо обязательно добраться ну и рейкхолд это единственная игра которая купил чисто за обложку я про нее ничего не знаю просто мне очень понравилось уютно и уютная обложка больше я так не покупаю это было довольно давно и больше таких покупок спонтанных я не делаю то есть все равно изучаю они только смотрю на красоту обложки так но переходим не ниже давайте с экономических игр здесь у нас пол полочка экономики образ бирмингема шедевр можно сказать не всем заходит я знаю но очень и очень многим игра очень классно из экономических наверное это лучшая игра у нас играли мы в нее и со семьей и с друзьями и она практически хорошо заходит людям и с первой же эпохи каналов но в нее врубаются то есть достаточно невысокий порог вхождения для очень комплексной экономической игры сколько было две или три группы я обучал этой игре как она происходила мы садились я на раздавал карты и начинал объяснять и ко второй эпохе к эпохе железных дорог они уже врубаются играют сами это очень хороший показатель для подобной игры про браз в принципе много говорить не надо это одна из так скажем маст хэв экономических игр в любой коллекции whistle stop недооцененная и очень и очень прикольная игра мне на нравится на очень простая мне даже дети могут играть но у нас с ней проблема в том что жена по какой-то причине ее не взлюбила и отказалась ее изучать поэтому мы в ней играем либо с гостями либо с детьми игра по сути смесь и пикап delivery сбора сетов и даже не знаю чего то есть по сути у вас есть несколько паровозиков которыми вы управляете одновременно и вы их отправляете из точки а в точку б через всю карту в процессе этого перегона вы собираете разные товары и пытаетесь их превращать в победные очки прямо по дороге можно допустим их обменять на акции каких-то компаний можно прямо по дороге их обменять шило на мыло превратить топливо ускорить движение замедлить движение и вот этот баланс замедление и ускорение движения он становится очень интересным я до сих пор помню потрясающую пока партию который мы играли с дочкой старшие кести мы естественно играем грамотно вырабатываем стратегию чтобы как каждый ход давал нам очки а дочка по фану просто погнала свои паровозики максимально быстрее к финишу и знаете она выиграла пока мы там возили со своими паровозами паровозами она всех догнала а все своих перегнала а так как ты когда заканчиваешь движение то получаешь некоторые бонус в конце даже если не очень грамотно по дороге развивался то все равно она обогнала нас на несколько очков это было очень смешно это было очень мило игра замечательная очень лайтовая правила простые я по-моему даже и не показывал на канале может быть еще зря подумаю надо показать она очень малоизвестная но при этом достойная семейная экономическая игра то есть из всех этих трех она самая простая и может быть даже самая играбельная непон обожаю замик за того как она устроена механики просто прекрасно это самое интересное устроенная игра из всех этих игр но при этом она сама мало играбельная она очень длительная она очень сложная я не смог сыграть в нее с другими людьми ни разу в коробочную версию играл набор game арене в несколько раз и даже там найти противника это большая проблема то есть несколько партий я сыграл это было тяжело но очень и очень интересно не знаю может быть даже и продам эту коробку потому что у меня шансов в коробочную версию сыграть в общем то нет контейнер экономический party game абсолютно замечательная штуковина игра идея очень сильно зависит от игроков если кто-то тупит игра будет неинтересно если все понимают принципы игры то начинается такая такой замес такая такое мочилово такие споры такие такая торговля абсолютно party game несмотря на то что в центре механики очень классно придуманная математическая и экономическая модель рекомендую попробовать в компании это просто круто оформление ужасное несмотря на то что там премиальные эти большие корабли и так далее но все остальное оформление выглядит как не знаю как прототипная покупать в коллекцию не советую не попробовав очень своеобразная игра которая может настолько не зайти что захочется кидать с этими кораблями и контейнерами а не играть еще одна полочка здесь тоже у нас есть экономическая коробочка которая никуда не вылазит практически здоровенная субурбия с очень премиальным изданием крутейшая внешне сделанная игрушка очень неплохая по сути очень надеюсь что мы в нее еще наиграем свое пока мы пробовали только один раз но у нее потенциал просто огроменный возможно что такое роскошное издание даже излишне потому что там всего столько что ты пугаешься этого масштаба и понимаешь что никогда во все это не переиграешь то есть помимо базы там все расширения там чего только нет но само издание конечно шикарная очень шикарная на канале есть кстати можно посмотреть распаковку и летсплей ты спинги стус замечательная евро немножко с сожалением про него рассказываю потому что вот эта игра в которую нужно играть с другими людьми а тут есть бот да я показывал игру с ботом котом на канале но под слабенький он прикольный очень классно сделанный но для искушенного евро игрока он не составит конкуренции возможно нужно попробовать какие-то более сложные соло режимы вроде бы для нее что-то разрабатывали фаны игра требовательна к обучению но очень легко после того как вы ее освоите классная игрушка могу рекомендовать любителям хороших евро но наугад конечно не покупайте потому что тема своеобразная может кому-то не зайти vindication одно из самых наверное любимых евро вернее даже не евро а гибридов здесь смесь евро и амери треша причем настолько изящная настолько красивая что вот я могу сказать что одна из любимых моих игр в которой я не наигрался к сожалению я не берусь научить кого-то в семье там все-таки языкозависимости и сложность высокая в соло режим еще не изучил тем не менее как только я вижу какое-то видео по vindication с удовольствием его смотрю потому что даже смотреть его интересно вы попадаете в некий мир где не помните ни себя не что с вами случилось и вам нужно попробовать понять это и очиститься от какого-то неведомого греха который вы даже не знаете и вы прокачиваете свои качества в евро движке очень своеобразным этого и мужества этой мудрости и прозорливости все что угодно вы нанимает встречаетесь с жителями этого мира с монстрами сражаетесь и все это несмотря на то что звучит как о мире о мире на самом деле чисто евро система очень классная игра рекомендую хотя бы познакомиться она мало доступна но это один из таких кикстартерных шедевров чуть ниже у нас фанатская полочка и игра от tabula games это место это и кайон и волфарион про место я очень много рассказывал на канале пройдет и к и кайон тоже замечательные игры которые очень круто сделаны которые очень оригинально работают места это ария контроль с евро где вы оказываетесь в очень необычном мире в который попал некий волшебный кристалл и заставил изменить природу этого мира некоторые земли куда попал кристалл поднялись в вершину и все на кого на кого и все жители на которых этот кристалл оказал влияние стали бессмертными одни стали чудовищами одни стали героями и начали сражаться в этих островах за территории абсолютно уникальная механика очень интересно задуманная игра при этом очень и очень мало играбельная потому что на игру нужно не 120 минут нужно 3-4 часа и это только на двух трех человек на 5 это весь день причем весьма сложных сложных часов и кайон это продолжение серии притом эта игра совершенно другая это евро притом очень простенькая сравнительно очень напоминающая по простоте по простоте примерно на уровне серпа намного намного играбельные места и может быть чуть менее интересно устроена но все так же круто изданная с красивыми миниатюрами с красивым оформлением с артом который меня просто покорил очень круто причем хотя бы хотя вы видите тут две игры на самом деле их три потому что авторы придумали режим где вы берете компоненты из этих двух игр делайте третью игру которая в жанре tower defense и я ее не попробовал еще но очень хочу ну и еще одна игра от этих же авторов от этого же издательства это волфариона это маленькая это маленькая колодостроительная игрушка я тоже ее не изучал бралась она в основном только из-за дракона который здесь в комплекте присутствует и его можно использовать и в якойоне и в мистере это очень интересная система именно этого издательства они делают серию игры компоненты из которых можно использовать друг в друге то есть берем этого дракона размещаем его в якойон и появляется новый герой с новыми свойствами или вместею к нему прилагаются карточки именно для этих игр то есть как его интегрировать в другие игры очень крутая система очень нравится как это все задумано но это очень мало играбельно в силу высоченной сложности и очень большой длительности всех игр кроме наверное кладостроя на кладострой я не опробовал и не знаю что на себя представляет хотя надо познакомиться потому что там так это же то что там тоже красивая графика и в общем-то языка независимость во всех трех из всех трех играх что мне нравится полная языка независимость все иконочка иконочками все все а символами ну и тут чисто чтобы место не пропадало две игры экланда неандерталец и гринланд про неандертальца у меня есть материалы на канале это сложнейшая научная игра симулятор развития на речи у наших предков у разных неандертальцев кроманьольцев еще кого-то я уже даже забыл и а есть теория что именно формирование речи образовала а связи в мозгу которые позволили человеку стать разумным и вот эту теорию он отрабатывает в этой игре гринланд это предложение неандертальца немножко другая механика оформление то же самое но с другой темой не изучал неандертальца не хватило ну и еще одна полочка с более известными играми это серп серп представлять не надо замечательная игра с которой можно сказать началась золотая эра кикстартера для настольных игр я бы не сказал что она мне очень нравится но я бы не сказал что не нравится я готов наверное сейчас я уже готов поиграть если раньше я ее на дух не переносила для того что я ее не понимал а потом немножко познакомился с ней получше и понял что она в принципе вполне себе хороша пусть остается в коллекции иногда даже бы готов был разложить может быть девчата подрастут и может быть сыграем семью мы предпринимали попытку и я бы не сказал что она была совсем уж неудачная а вот и ниш это расстройство коллекции эта игра в которую я в семье ни разу не смог играть хотя мы несколько раз пытались она раскладывалась несколько раз но и так мы и не дошли до ее изучения ну и варчест очень классная игрушка абстракт полушахматы полушашки полу не знаю что очень рекомендую тем кто любит абстракт и хотя бы познакомиться у нее есть замечательная виртуальная версия в которой мы не так давно играли то есть можно в нее тренироваться очень даже и неплохо хороший баланс между чисто абстрактной игрой и некоторым рандомом причем рандом достаточно хорошо управляем то есть не будет так что новичок выиграет опытного игрока здесь скил решает несмотря на то что некоторые битран дома есть потому что если встречаются например одинаково сильные игроки то кому-то действительно может повезти и у 2 тогда будет подгорать и в виде заполнителя у нас здесь пальм ислам замечательная мини евро для одной ладони я ему недавно показывал сделаю наверно ссылочку отсюда ну и последняя полочка внизу это то что у нас не влезло как-то тематически это грим форест ужасная на мой взгляд игра не играбельная совершенно хотя я предпринимал несколько попыток ее полюбить тем не менее из коллекции избавляться не буду по одной простой причине у нее великолепные компоненты эти домики эти миниатюрки а игра настолько красивая и хорошо сделанная органайзеры что хочется ее просто оставлять чисто чтобы она радовала глаз и мы иногда изредка ее достаем с детьми играем по упрощенному варианту без карт то есть строим чисто кто в первый построить все три домика колония игра в стиле кубика пасьянса то есть у вас есть карточки с определенными свойствами есть куча кубиков и вы пытаетесь сделать так чтобы ваш пасьянс побил пасьянса противника я бы не назвал эту игру хорошей но какой-то шармом в ней есть джент с игра не так давно пришла еще не распакованная ничего не могу сказать это цивилизация вы развиваете свою цивилизацию очень красивые компоненты все никак не соберусь посмотреть зеленые просторы очень давно куплено именно для семьи но проблема в том что моя семья немножко уже устала от настольных игр и изучать что-то новое они категорически отказываются это нужно преодолеть слишком много усилий чтобы обучить новой игре на которые я последнее время просто не готов так как у меня появились появился появились и стримы где я удовлетворяю свое желание поиграть в игры которые я хочу плюс много соло игр где я не где не надо преодолевать зевоту игроков которые не хотят научить что-то новое в общем лежит но я не теряю надежды что когда-нибудь будет настроение и говорят что это неплохая семейная игра вот такая полка а большая и у нее есть небольшой серьезный подраздел который находится в другой части комнаты и это последнее место где у меня еще чуть-чуть осталось пространство для покупок здесь у меня находятся игры сериала так скажем которые состоят из нескольких коробок наверху это герои земли воздуха и моря и игра да я ознакомился с ней на канале очень подробно мне игра очень нравится по оформлению мне нравится на по задумке но а с ней есть проблема в том что эта игра которая раскрывается только в мультиплеере в соло она играется там очень интересный соло режим но он не настолько интересный чтобы в него залипать до чтобы чтобы было понятно расскажу поподробнее вы оказываетесь стандартам фрэнтезийном мире на стран на островах у каждого свой остров и постепенно вы развиваете свою цивилизацию нанимаете новых воинов нанимаете корабли и нанимаете летучие летучих драконов каких-то разных воинов плюс создаете экономическую модель которая все это обслуживает ну и потом когда набрали армию героев еще и герои есть со своими свойствами потом нападаете на остров другого игрока и пытаетесь его замочить довольно изящной боевой системе на картах то есть не случайной она некоторый расчет по сути это полноценная 4x стратегия фэнтези варианте то есть у вас но беда в том что когда ты смотришь на игру которая как ты знаешь потенциально можете дать гораздо больше а ты берешь от нее только малую часть это это больше расстройства чему удовольствие в коллекции она остается но с надеждой что может быть я или придумаю какой-то детский вариант чтобы поиграть с детьми получается это своего рода тоже коллекционная покупка типа рунбаунда так чуть ниже тоже немножко расстройства а это фиот который я обожаю это самая интересно устроенная нам на мой взгляд игра именно по устройству тоже фэнтезийный мир есть гильдии в этом мире и экономическая модель по которой работает этот мир и вот эта экономическая модель завязка всего совсем это просто совершенно уникальная среди настольных игр это самое уникальное что я видел при этом а игра при этом с точки зрения игрового хобби это игра расстройства я в нее не смог сыграть ни разу никакой ни с кем в живую хотя пытался я ее раскладывал приглашал даже гостей но дальше попытки объяснить ее ничего не происходило она настолько сложная и настолько сложно объясняемое что я не знаю что нужно а какую-то группу фанатов именно чтобы в нее играть да я купил к ней все дополнения чтобы иметь полную коллекцию но играл в нее только солос армии королевы которая не совсем полноценная полноценный фиот тем не менее это тоже можно сказать жемчужина коллекции но жемчужина с таки с такой аурой расстройства еще одна проблема этой игры в том что она не просто требовательна к игрокам она еще требовательна к нескольким игрокам потому что вдвоем она не очень раскрывается то есть нужно 34 человека а это уже делает возможность в нее поиграть просто минимальный ну и переходим к играм которые можно назвать моя прелесть это игры которые замечательно играются в соло причем а совершенно не требует другого других игроков для улучшения своих качеств то есть если фиот или герои тоже играются неплохо в сал но ты в соло чувствуешь себя неполноценно потому что знаешь насколько они могли бы раскрыться мультиплеере то то вот эти три игры совершенно не требуют других игроков для того чтобы получить полную от них удовольствие но может с некоторой оговоркой это глум офф килфорд пассианса чистая соло игра замечательная графика и замечательной идеей очень простая для обучения очень интересная рассказывающая историю которую вы сочиняете сам сами по ходу то есть рунбаун здорового человека если можно так выразиться по ней очень много материалов причем свежих на канале рекомендую познакомиться невероятно с душой сделанная игрушка тумани бонс на канале по ней уже очень много материалов это просто наверное открытие этого года для меня отличная соло игрушка в мультиплеере не уверен что она лучше играется то есть это как раз та игра которая лучше соло чем в мультиплеере хотя мы попробовали мультиплеере мне понравилось нам ним и мне понравилось не меньше чем в соло варианте но это было только потому что второй игрок понимал ее не хуже чем я например если ко мне придут гости я не берусь играть в тумани бонс подать почему потому что у нее огроменный порог вхождения чтобы научить в нее играть нужно потратить не один день и с первого раза она не зайдет скорее всего эта игра в которую вы не захотите научить кого-то вот в эту бы я захотел до в героев я бы захотел просто для того чтобы почувствовать мультиплеер тумани бонс как и в магического рыцаря как и в сити кингс как и в город королейка про который чуть позже мне такой потребности нет и необходимости нет вполне от нее можно получить удовольствие в одного city of kings примерно из этой же категории игра сложнейшая тактичка с высоким порогом вхождения с очень интересными механиками с очень своеобразной системой генерации монстров одна из тех игр которые меня поразили на пожалуй не меньше фиода год я не собираюсь не поиграть и никак не соберусь очень хочется с к ней собраны все дополнения которые к ним выходили своеобразная игрушка не очень известная хотя это авторы хотя это тот же автор который сделал остров кошек которые локализовали и довольно популярны стали но это вот главное творение этого автора весьма сложная игра и опять же оказываетесь в неком мире где нужно собирать ресурсы нужно найти некоторые локации нужно прокачать своего героя причем прокачка героя очень интересная потому что у вас здоровенный планшет персонажа на котором огромное количество параметров целая ветка развития при этом игра больше похоже на такую весьма и весьма своеобразную головоломку которую решить с первого раза очень и очень сложно одним словом игра в которую играть не переиграть но настольная получить так же сложно как и наверное магического рыцаря или gloom heaven очень много раскладки очень много нюансов и скорее всего после перерыва снова придется изучать правила заново вот такая коллекция настольных игр у меня сформировалась к концу 2020 года и с некоторым расстройством должен сказать что место у меня кончилось полностью вы видели что что осталось фактически одна полка и что делать дальше я не знаю потому что мне в общем то потому что в этом хобби мне нравится приобретать новые игры физически и размещать их больше некуда покупать еще одну полку тяжелая тяжелая задача все спасибо что посмотрели это был наверно завершающий выпуск серии моя настольная коллекция но не исключаю конечно что в ней появится еще какой-то выпуск если что-то серьезное изменится допустим полка новая появится или наоборот избавлюсь от какого-то количества игры и заменю их новыми или еще по какой-то причине всем пока и до встречи на нашем канале спасибо спасибо Продолжение следует...